Если ребенок понимает, что он мальчик, и он, например, идет в школу, я не пытаюсь играть на эмоциях здесь. Допустим, мы говорим о мальчике, который понимает, что он мальчик, и его родители также воспитывают его как мальчика. Я понимаю твой аргумент про издевательство в школе, но не запутывает ли ребенка то, что ему почему-то запрещают делать девичьи вещи, даже при том, что этот мальчик и так знает, что он мальчик? Не запутает ли его то, что он почему-то не может делать девичьи... Нет. Я отвечу на вопрос, скажешь мне, если я не светил то, что ты хотел услышать. Как родитель, у которого есть несколько маленьких детей, я считаю, что моя работа – научить детей жизни, а не давать детям свободно принимать решения в отношении вещей, о которых они ничего не знают. Потому что дети очень тупые. Я говорю это как родитель двоих детей. Когда я говорю, что моя дочь умная, я имею в виду как для 4-летнего ребенка. Я не имею в виду в целом. Это не только потому, что она не знает, как устроен мир, но и потому, что во все времена все культуры различали между мужской и женской одеждой. И, конечно, некоторые могут указывать на то, что мужская одежда в американской культуре может считаться женской одеждой в другой культуре. Это, конечно, все хорошо, но в американской культуре она же считается мужской. То есть мы все принимаем двойной дресс-код, как мужчинам и женщинам принято одеваться, как минимум в какой-то степени. Если ты хочешь запутать своего ребенка, то лучшее, что ты можешь делать, это сказать своему шестилетнему мальчику, «Да, конечно, ты можешь надеть юбку в школу». Я не думаю, что я дискриминирую своего двухлетнего сына, когда я даю ему альтернативный выбор, или когда я настаиваю на другом выборе. К примеру, моего двухлетнего сына и старшая сестра. Его старшая сестра носит кучу разных ярких, светящихся и блестящих вещей. Поэтому ему очень нравилось залазить в ее шкаф и надевать ее обувь. После того, как это повторилось несколько раз, я сказал, что ему нельзя носить ее обувь, потому что это девичья обувь. Это не зло, это не ненависть, это называется быть родителем. В конце концов, после того, как это случилось несколько раз, я сказал ему, «Знаешь, поехали купим тебе новую обувь». Мы поехали в ковбойский магазин и купили ему ковбойские сапоги. Теперь он с ними не расстается. Мораль этой истории в том, что детям нравятся крутые вещи, вне зависимости от того, мужская это или женская вещь по стереотипу. И также в том, что укреплять культурные стереотипы, благодаря которым твой ребенок будет чувствовать себя комфортнее и счастливее в обществе, неплохо. Запутывать их, когда дело касается пола, скажем, ты самый открытый родитель в мире, и ты думаешь, «Я не хочу учить своего ребенка этим стереотипом». Знаешь что, твой ребенок все еще является частью общества. И это общество работает на принципе того, что мужественность и женственность имеют разные качества, и что эти качества по-своему красивые. Поэтому, когда я слышу, как родителям говорят, что запрещать их сыну надевать юбку в школу – это неправильное воспитание, все, о чем я думаю, это «Ты не кто, чтобы говорить мне, как воспитывать моих детей». Особенно, когда дело касается таких вещей, потому что ты навредишь ребенку со значительно большей вероятностью, разрешив одеваться как представитель противоположного пола, чем сказав, «Знаешь что, пойди и надень штаны». Для доступа к эксклюзивным видео и видео, которое нам заблокировал YouTube, вы можете подписаться на наш Telegram-канал. Ссылка будет в описании. Продолжение следует...